Благодарю вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздничным воскресным днём. Сегодня воскресный день именуется, как мы уже знаем, еще и неделей Амадарей Фарисеев. И вот уже в прошлое воскресенье, когда мы вспоминали, как праведный Закхей, в то время еще мытаясь, пытаясь увидеть идущего Иисуса, Христа, несмотря на свое положение и возраст, как молодой мальчишка забрался на дерево для того, чтобы только увидеть Христа Спасителя. Для нас церковь, напоминая о Закхее, говорит, мы тоже должны стремиться познать Бога, несмотря на свое положение, на свой возраст, каждый живущий на земле человек тоже стремится познать Бога. Но это познание начинается от особого внутреннего состояния, которое мы именуем смирением. Вот Закхей, не постеснявся людей, не постеснявся своего положения, смирился, забрался на дерево и увидел Христа Спасителя. И не только увидел, но и услышал замечательные слова Спасителя мира. Закхей, ныне настало спасение Дому Твоему. А сегодня Христос Спаситель нам предлагает, внимание, притчу о мытаре и форисеи. Зашли в храм по-молению, мытарь и форисеи. Все прекрасно понимали, кто такой мытарь. Грешный человек. Как сегодня мы таких людей называем взаимствием, то есть хрупционер, который ради себя, ради обогащения обманывал и близких людей, и даже развитие за местных государствами. И развитие, можно сказать, больше всего на себя. Но он понимал, что он есть на самом деле. А рядом стоял Христос Спаситель, который соблюдал закон Бетказавета, который понимал, что он есть. И он обращается ко Господу. Казалось бы, правильно ведь возносил молитвы. Говорил, слава тебе, Господи. Но дальше подшли слова человека неразинного. Он начал осуждать всех стоящих вокруг, превозносить себя и говорить, что он соблюдает Бетказаветные заповеди, что он не такой, как прочие разбойники, грешники, прелюбодеи и даже не такой, как этот мытарь, Господи. Я ведь соблюдаю два раза в неделю в год. Не напоминает ли мне о чем? Два раза в неделю соблюдаю боль. Десятину плачу. И вот, казалось бы, правильно человек поступает. И десятину плачет, и пост соблюдает, и закон Бетказаветный соблюдает. Но обратите внимание, он всех осудил. И поставил себя выше всех. И Христос Спаситель, завершая проповедь, говорит, вышли они убыть храма. Но мытарь, который бил себя в грудь и понимал и осознавал, что он есть на самом деле, даже глаза не мог поднять к небу. Понимая свою порочную жизнь, бил себя в грудь и говорил, Господи, будь негрешному. Будь милости ко мне грешному. Это действительно были слова смирения, слова человека, у которого сердце сокрушенное и смиренное. И Христос Спаситель говорит о том, что мытарь ушел из храма, не обсужденный. Он из храма унес больше благодатных даров. Господь его не осудил, потому что и он сам никого не осудил. Он только осуждал самого себя. Вот на примере этих двух людей, которые пришли в храм помолиться, Господь и нас призывает, никого никогда не осуждая. Попытаться, особенно в дни поста, заглянуть в свой мир внутренний, попытаться осознать, что же я есть на самом деле. Попытаться вспомнить о своем прежнем жизни. Если мы поймем, что мы много нарушали закон, заповеди, чтобы многих осуждали, поступали не по правде, то у нас есть время принести покаяние и исправить свой прежний порочный образ жизни. Мытарь ушел из храма более оправданных, нежели фарисеев. И для каждого из нас эта притча должна быть ясной и понятной. Она вот таким образом набитает каждого из нас, как мы должны проводить свою жизнь, никого не осуждая, а возложить в суд над окружающим миром или с людьми в руки Божьей. Потому что мы не всегда все знаем о своих близких и окружающих людях. Мы даже о себе должны выносить в суд праведное. А он как праведно должен быть с чувством сокрушения и измерения. И в этом заключается глубочайший смысл нашего православного покаяния. Надо изменить свой внешний образ жизни, преодолеть себя. И Церковь, предлагая нашему вниманию сегодняшнее повествование Евангелия, притчу, призывает нам прежде всего судить самих себя, а не окружающих людей. Вы знаете, как я сегодня уже говорил, очень промыслительно, что сегодня, в неделю о макарее и фарисее, в наш кафедральный собор принесет образ Спасителя, Христа Спасителя и частицу Его мучений. Венец, который Он понес, страдания, которые Он потерпел ради нас и нашего ради спасения. И частица этого венца сегодня пребывает в нашем храме. Мы начинаем с подготовительной недели к Великому посту. И очень промыслительно, что Христос Спаситель сегодня пришел в наш храм, и терновый венец сегодня в нашем кафедральном соборе. Чтобы мы еще и еще раз поняли, осознали, ведь ради нас и ради нашего спасения Он пришел на землю. Чтобы мы никогда никого не судили. Хотя, вы знаете, в прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, какие события у нас произошли в мире. И я рассказывал о том, да и вы все знаете о том, что произошла встреча на Кубе, в Гаване, глаз церквей, русской православной церкви, патриарху Московского и всея Руси Кирилла и римского епископа, папы римского Франциска. И, казалось же, вот еще один прекрасный повод и возможность всем вместе поразмышлять о том, где мы сегодня христиане. Сегодня христиане самое гонимое вероисповедание в мире. Сегодня страдают во множестве христиане и православные католики, и хирийцы, и хироековиты и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Я в прошлый раз говорил, и сейчас хочу сказать, какая у нас короткая память. Ведь нас тоже совсем недавно знали. И мы тогда, и наши предшественники, обращались со многим западным христианам с просьбой, чтобы они помолились за нас, чтобы они помогли нам, повлияли на своих правителей, чтобы и правители оказались в действии, чтобы прекратилось гонение в Советском Союзе. Хорошая у нас память. Сегодня, когда нас просят христиане из Лижнего Востока и Северной Африки посодействовать, чтобы и там прекратилось это гонение, и когда главы двух цепей встречаются и осуждают эту тему, в наших сердцах возникает сомнение, а правильно ли произошла эта встреча, а не экуменическая ли это верить какая-то. Удивительно слышать такие слова. К сожалению, я за прошедшую неделю уже неоднократно слышал и уже получил несколько прошений о том, что люди отказываются поминать Патриарха Московского и все Аруси, Кирилла, за то, что он встретился с Паттой Рима. Вы знаете, слушая и получая эти прошения, я удивляюсь, думаю, какие несчастные люди. Неужели вы думаете, что Патриарх Московский и все Аруси Кирилл отступил от веры православной? Да совсем нет. Совсем нет. Вы знаете, я, слушая и получая, уже получил я несколько писем об этом, что люди отказываются поминать Патриарха. Я в этом случае вспоминаю Христа Спасителя, когда он проповедовал, и однажды, обращаясь к своим апостолам, ученикам, поповедователям, стал им рассказывать о том, кто он есть на самом деле. И он говорил, «Я есть хлеб сошедый и висей». Почитайте. Есть в Евангелии от Иоанна, шестая глава. Почитайте, вот сегодня придете, почитайте, послушайте, и поразмышляйте об этом. И он говорил о том, что «Я весь хлеб сошедый висей». И кто будет кушать этот хлеб, плоти и кровь войдет, тот будет иметь жизнь вечную. И слушающие, где-то говорили, как кирпич по лицам он говорит, слушайте, какой он хлеб, как можно есть в крови плоти его, да, возмущались. И некоторые даже, говорите, он делится, а богатство, а некоторые даже оставили Иисуса и больше за ним не следовали, не ходили за ним, соблазнились. Ну и что можно сказать? Несчастные инфекционы, которые не могли свой внутренний взор возвысить выше своих страстей, своих человеческих плотких мудрований. Но ведь Христос Спаситель не отказался от этого. Он и потом говорил о том, что Он действительно есть Спаситель мира Христова. И мы с вами сегодня кушали плоть и кровь Христа Спасителя под битым хлеба и вина. Разве мы после этого не христианом? Да мы самым теснейшим образом соединяемся со Христом в этом величайшем таинстве. Но многие отступили тогда от Христа. И вот обратите внимание, что сказал Христос Спаситель этим людям. Да они, говорит Он, не имели веры в Меня. Они ходили за Мной только лишь потому, что ели хлеб и насытили. Вот и все. И сегодня все те, кто осуждает патриарха, у них ведь нет веры. А я иногда говорю, знаете, а давайте спросим у тех людей, которые сегодня отказались вспоминать патриарха, а вообще что такое их умение? Вот вы спросите у них, по-моему, никто их не ответит, что это такое. Но они совершили суд, без следствия, без разбирательства. Совершили суд над патриархом. И к таким людям, можно только обратившись сказать, несчастные люди, не зная ничего, не следуя, не расследуя, вы уже совершили суд над патриархом. Как фарисей, который осудил мытаря, вошедшего в храм. Вы знаете, рассуждая на эту тему, я буквально вот позавчера, общаясь с нашими сотрудниками епархиального управления, рассказал один такой эпизод в моей жизни. Мне очень часто, я думаю, что все, вы помните, знаете, кто такой архимандритян, крестьянский? Слышали про такого, да? Ну вот, тогда вы будете представлять, о ком я говорю. В то время я внес послушание наместника Псково-Петерского монастыря. Я очень часто общался с отцом Иоанном, мы много обсуждали с ним, много вопросов решали. И вот однажды я в его теле вместе с ним рассуждали на некоторые темы, говорили о том, о сё. И вот он мне говорит однажды, знаете, говорит он, отец наместник, а ведь я, когда был молодой, ох, я такой был, знаете, за правду стоял. Я прям готов был любого осудить за цепью, за правду. И я так часто, говорит он, осуждал патриарха Сергия. И вот мы так иногда заберемся, говорил он, и мы так часто его обсуждали, так часто его осуждали из-за декларации, из-за его отношения к младши, из-за того, что он по нашей мысли, как он говорил, неправильно поступал. И вот однажды говорит мне, это патриарх, я после Литубии пришел в свою теле, и знаете, говорит он, в тех моментах, я в каком-то таком толком сне после Литубии в своей теле вижу, как ко мне подходит патриарх Сергий. Подходит ко мне и говорит, отец Иоанн, вот ты меня все время осуждаешь, а ведь я каюсь, если что-то делаю не так. И все. И отец Иоанн говорит, я когда пришел в себя, я думаю, патриарх Сергий кается в том, что он что-то делать не так, а я-то ведь не каюсь, я думаю, что я по правде поступаю, и меня, говорит, так совесть отмечило, и он мне говорит, отец поместник, никогда никого не осуждайте, потому что вы не знаете, ведь люди могут покаяться в том, что они что-то не так сделали, а ведь люди не каются, мы думаем, что мы такие правильные, правильные, а они так покаялись, и я себе взял так правило, говорит официант, никогда больше никого не осуждать, и вам советую, говорит он мне, отец не осуждать, и вот знаете, я вспоминаю об этом, и думаю, и сейчас, неужели святейший патриарх, московский секс, русский Кирилл, отступил отверстие, и совсем нет, я уже знаю его более трех десятилетий, и общаюсь с ним, и под его руководством служил, трудился, и хочу всем сказать, слава Богу, что у нас такой первосвятитель, святейший патриарх, московский Кирилл, и дай Бог ему крепкого здоровья, такой же журнодуши стоять за веру нашу православную, он получил замечательный урок от своего учителя и духовного наставника митрополита Никодима, которого тоже мы когда-то и я в тюрьме тоже его обсуждали, думали, что он тоже поврят в этой икуменической ереси, мы тоже тогда были молодыми и осознали, а спустя уже какие-то годы изучив и осознав, мы понимали, насколько это был мудрый человек в то время советское, когда нельзя было рукополазать христианников, когда нельзя было рукополазать епископов, а в то время епископат уже, как правило, был в преклонном возрасте, и что здесь же делал митрополит Никодейс, он договаривался с властью и имущими, чтобы рукополазать молодых епископов, но здесь не для России, потому что в России нельзя было это делать, в Советском Союзе, и он рукополазал для работы за границей, и вот рукополазает его епископа, направляет или в Канаду, или в Америку, или в Южную Америку, а потом проходит год-полтора, и он докладывает и говорит, вы знаете, не справился этот епископ со своими обязанностями, не справился, надо его отзывать, там, проблему, надо его отзывать, и вот молодого рукоположенного епископа отзывает, только полагает нового, и опять отправляет, а вот этих молодых направляет на те кафедры, которые уже вот-вот-вот должны были закрыты, и вот сегодня мы, оглядываясь назад, можем понимать, Господи, сколько же было у этих архипасторей, которые вот таким образом, рукополагая якобы до Запада, возвращались епископом, и они молодые, они до сих пор очень многие, до сих пор управляют епископами, и они смогли тогда в эти тяжелейшие годы сохранить нашу святую русскую православную цепь. Сегодня, оглядываясь на историю, можно сказать, это действительно было чудо Божие, которое происходило в нашем Отечестве, в нашей стране и в нашей Церкви, но подвиг они совершили великий, который сегодня совершает в святейших рядах московских Ярусикелин. А наша с вами задача за него молиться, его молитвенно поддерживать и ни в коем случае не осуждать. Хотя, говоря о прошедшей встрече в Гаване, я уже слышал о том, что униаты, которых в этом заявлении поставили на свое место, они очень недовольны этим заявлением, потому что им составили ображение, за которое они не должны выходить. Это заявление должно пресечь противоретизм, противостояние между православными и католиками. И хочется пожелать, чтобы мы никогда никого не осуждали. Пусть за какое-то время мы поймем, осознаем, но надо сделать это так, чтобы для нас с вами это не было бы уже ковно, чтобы мы не закончили свой жизненный путь, не раскаивши, не покаявши и не исправивши. Поэтому вот сегодня еще и еще раз давайте прочитаем эту плитчу, а я предлагаю еще всем открыть сегодня Евангелие от Иоанна, 6-ю главу, и прочитаем еще раз Иоанна, и прочитаем очень интересно. Если у кого-то возникнут вопросы, тогда мы в следующий раз с вами об этом поговорим. Но хочется сказать, напомним слова Отца Спасителя. Каждый, кто будет смирять себя, тот будет возвышен Богом, а каждый, кто будет возвышать себя, тот смирен будет. Лучше давайте будем смиряться, чтобы нас Господь возвышен, нежели возвышаться, а потом Господь поставит на свое место, что горько будет. Хочется пожелать, чтобы смирение и дух смиреноводые всегда пребывали в нашем сознании. Аминь. Спасибо, Господь Владыка. Еще